любимые привет сегодня с вами говорим про иммунитет как его поддержать и самое главное почему бывает так что и что существуют люди у которых постоянно снижен иммунитет как будто бы у них иммунитет против этой жизни да действительно так бывает и самую базу максимально просто лаконично сегодня вам дам есть детки которые бесконечно болеют а есть взрослый как у которых постоянные орви и иммунитет это та история которая напрямую зависит от поступления питательных веществ и эмоционального состояния обе истории напрямую влияют на то насколько долго и насколько часто будет человек болеть я так рада тем кто мне пишет в эфире вижу сейчас иммунитет бывает снижается ввиду возраста это одна история но совершенно другая совершенно другая это воспалительное питание мусор который поступает и уровень стресса как я сказала первое что необходимо для иммунитета это не витамин d как многие говорят и он кстати тоже но первое это для иммунитета это движение поверьте закаливание холод жара чередование тоже подойдут ходьба по пересеченной местности плавание велосипед отлично сработает на ваш иммунитет еще один момент иммунитет за прям напрямую зависит от работы жкт наверное все это уже знают и что значит не просто жкт а условно многие думают что просто жкт жкт для многих непонятно объясню по простому необходимо хорошее качество соляной кислоты которая борется с патогенами хороший качественный желчный отток для санации брюшной полости да и необходимы питательные вещества такие как витамин c витамин d и цинк я бы еще добавила ферментированные продукты цинк говядина морепродуктовые тыквенные семечки витамин d жирная рыба сливочное масло яйца квашеная капуста это ферментированные продукты и источники витамина c цитрусовая клюква брусника имеет место быть еще один момент я бы сказала что иммунитет максимально падает если вы делали какие-то дедлайны участвовали в каких-то мероприятиях потому что было некое истощение и иммунитет тоже может давать сбой первичный иммунодефицит довольно редкое нарушение возникающие в результате генетических мутаций вторичный иммунодефицит обычно имеет вени генетические до причины и в основе могут быть и болезни и дефицит питательных веществ и окружающая среда и лекарства и скажу так что самое оптимальное для иммунитета это выход из стресса еще один момент как понять что вашей иммунной системе нелегко усталость головные боли мышечные суставные боли аутоиммунные заболевания и еще один момент это социальная изоляция многие не знают о том что на иммунитет влияет также пагубно отсутствие реализации социальная изоляция это очень серьезная вещь для морального статуса и соответственно иммунного приобретенные но понятно антибиотики агрессивные препараты аутоиммунные нарушения несбалансированное недостаточное питание и все это влияет постепенно на иммунную реакцию ну и минус сладкая алкоголь сигареты само собой разумеется говорила про свою историю я вообще такой человек я всегда вам говорю что если я например в профессии 10 лет то в профессии психолога то в супервизии я и и сама в терапии дат я 5 лет но еще не считая там детский возраст и так далее например изучая нутрициологию я также постоянно познаю и учусь и применяю что-то к себе что-то к своим близким что-то к своим клиентам то есть жизнь это та история в которой невозможно до конца быть идеальным да и не нужно и когда мы с вами говорим про иммунитет у меня например иммунитет максимально снижался после того как я консультировал например 8 сессий подряд и два дня могла лежать трупом но это же понятно если вы отдаете ресурса больше чем вы можете восполнить организм даст сбой так во всем пользуйтесь моими рекомендациями подписывайтесь на мой канал если вам это благо и хорошего дня